Я Лариса Гузеева Любит активные виды спорта и учится играть на гитаре. Гордится своей благотворительной деятельностью, признается, что любит царить деньгами. Сергей хочет видеть рядом с собой счастливую женщину, поэтому запретит своей избраннице ходить на работу. В качестве претенденток на роль жены рассматривает привлекательных брюнеток с аппетитными формами, которые могут позволить себе такую роскошь, как материнство. Меня, конечно, впечатлила фраза «любит царить деньгами». Сорите, пожалуйста. Нет, это было в прошлом, сейчас это, конечно, я так не поступаю. Роза, не надо сейчас раздербанивать цветы и искать там купюры. Спасибо, очень приятно. Оригинальные какие букеты, прекрасные. Идеальный мужчина, по-моему, вообще. Я согласна. Почему ваша жена уехала в Америку? Ну, это было уже давно, это было 12 лет назад. То есть вы сначала развелись, потом она уехала? Да, конечно. А она вас бросила или вы ее? Ну, это, наверное, совместное решение, потому что мы год прожили вместе, прожили, ну, в общем-то, достаточно хорошо, но вот этот семейный быт, к сожалению, разрушил наши отношения. Очень интересный мужчина, мне понравился. Да, вот такая, да. Доброе глаза. А давай сразу посмотрим, что в доме. А давай сразу посмотрим. Я живу в центре Москвы. Это большая квартира. Здесь холл, первый этаж, второй этаж – это спальня и кабинет. Я неприхотлив в быту, дома бываю, к сожалению, редко, но могу приготовить себе сам. Я в свободное время люблю путешествовать, часто это делаю на своей машине, выезжаю в другие города. Машина большая, удобная, места хватит не только для моей избранницы, но, надеюсь, и для наших детей. На этой квартире я бываю крайне редко, потому что в основном занимаюсь бизнесом. Если эти условия нас не устроят, мы могли бы переехать в более комфортабельную квартиру. Здесь большая кровать для того, чтобы мы вместе могли проводить вечера. Скучно нам не будет, поэтому мы сможем всегда здесь очень уютно, хорошо располагаться. Ванна, джакузи и большая кровать. Что еще надо для счастья? А у вас только две? Или еще есть квартиры? Есть. Вот даже у меня пять написано. Ну, это... Написано, мы верим. Это ваши вертия, ваши данные. Очень приятно, да? Да, так. Поборемся за него, Ирина. Я думаю, стоит. Долго горевали, прежде чем встретить свою еще одну большую любовь? Два года. С новой своей девушкой, которой я познакомился, в общем-то, мы сперва встречались. Потом мы жили, ну, тоже не назвать, конечно, семейной жизнью, но совместно мы прожили 12 лет. Не заключив брака. Игорь был с вами? Игорь был со мной, он до 10 лет жил с мамой, а потом уже после 10 лет он уже стал жить со мной. Мальчишка симпатичный, да? И сын такой приятный, да? В папане такой хороший, да. Я думаю, ваши детки должны полагать. Почему не женились? Почему детей не завели? Большой срок? Ну, сейчас могу сказать, что это, конечно, моя ошибка. И, скажем, осознал ее только тогда, когда мы расстались. А она настаивала на ребенке? Она хотела его. А что за причина была? Вы уже были в достатке вполне. Ну, во-первых, наверное, повлияло то, что у меня Игорь был со мной. Она не смогла принять активное участие в воспитании его. Вот о чем я вас и спрашиваю, да. Поэтому он, как я, получается, разорвался на две семьи. То есть в одной семье у меня Игорь, а в другой семье у меня та, с которой я хотел жить. Очень солидный мужчина. Положительный и серьезный. Гиростановна, тебе очень подходит. Валерий, я вот на вас смотрю, а вы случайно не были у нас на программе? Бывал и неоднократно. Только я был с другой прической, в другой одежде. А у нас видео есть. Я бы тоже хотела вспомнить вас. Валерий, а вы потомок какого княжеского рода? Я потомок старинного рода, которому 1200 лет. Княжеская фамилия Дмитриев. Это прямые потомки князя Рюрика. Основателя династии первых русских царей. А с кем вы пришли на этот раз? На этот раз я пришел со своей юной помощницей, графиней Натальей Дебрайт. Добрый день. Я женился на ней, на этой девушке. В результате. А я ведь тогда заподозрила еще вот эти все ваши нежные отношения. То, как вы ее опекали, вполне себе девушку с заурядной внешностью, никаких способностей. Но вы ее так здесь нам рекламировали. Ну просто принцесса Диана. Спокойный мужчина. А это сразу ты не узнала, что это такое. На него же не наводили камеру. Вы в результате на ней женились? У вас дети родились? Нет. Я хотел, но она сказала, ход конем был. Что я еще молодая, сделай карьеру. И я начал делать ей карьеру. Она не только петь начала. Она начала, девушка, которая не могла пробежать 100 метров без отдышки, она начала заниматься каратэ, боксом. Естественно, я ее научил. Потому что когда беретесь простых, а внушаете ей то, что она королевишна, это всегда заканчивается одним и тем же. Он меня выставляет бездарностью, что я сама не могла ничего сделать. Все он, 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 он. Вот это мне не очень нравится. Нашелся кто-то старше меня и кто-то побогаче. Может быть, она гонит по поводу того, что он богатый? Может быть, он ее обманул, задурил? Да нет. Я просто наткнулся на видео в Америке. Вы сейчас один? Или у вас кто-то есть? Или новую выращиваете? Нет, никого нет. Да, надо же вот. Кому-то везет, кому-то не везет в жизни. Сергей, а ваша избранница должна работать? Нет. Конечно, не тунеядка нужна, а девушка, которая находится с тобой рядом, ну, если не 24 часа, конечно, хорошо, да, ну, по крайней мере, столько, сколько возможно быть вместе. А вы тоже не будете в это время работать? Я буду работать, но я говорю, столько, сколько возможно. А она что будет? Любименький, а она будет что делать в то время, когда вы работаете, зарабатываете денежки, а она будет что делать? А чего? Там пять квартир, Лариса, замучаешься убираться. А я в чем прислуге у него не заметила? Я думаю, что он не хочет прислугу-то. Ему нужно... Или сама она будет убираться. Прислуг-то будет? Нет, прислуга. Я знаю, что он сейчас живет, держу на сохранении в больнице. Пользуюсь случаем. Вот этот человек, который сейчас работает в дурочеках, забрал вот этого голодранца из Крыма, потому что я попросила его об этом. Сядьте, сядьте, сядьте. Все, все, микрофон, девочки, дайте. Так, подождите, вернитесь, вернитесь, идите сюда. И то же самое. Нифига себе. Микрофон. О, С, вот поворот. Пиарчика хотели. Сядьте, пожалуйста, сюда. Кошечка, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Вот этот прекрасный молодой человек, с которым мы сейчас проживаем на пяти месяцев уже вместе, он прекрасно знает, что я лежу в больнице в положении. Этот молодой человек тоже знает на сохранении. И они, пользуясь случаем, приехали сюда, так сказать, распиариться. Ну это вообще я в шоке сейчас. Ничего себе, какая интрига. Ничего себе, какой поворот. Вот это да. Вот это повезло. Вот это приехали замуж выходить. Работает он сейчас грузчиком, а не тем, кем он рассказывает. И эти пять квартир убирает не уборщица, а две из них и три. Я. Вот та самая, в которой джакузи. Поэтому вот тут невест пришел себе искать на своей разбитой большой машине. Но поздравляю тебя, дорогой. Ты счастлив? Это правда? Да и нет. Половина, конечно, неправда. И вы действительно беременная? И вы в официальном браке? Нет, мы сейчас не в официальном браке, но я сделала ему предложение. И мы ходим сейчас с кольцами. Ходили до сегодняшнего дня. Потому что считалось, что мы обручены, как он всем рассказывал. Все его друзья об этом знают. Игорь, а вы знаете Ольгу? Я знаю Ольгу, да. Это действительно так, как Ольга сейчас рассказывает? Нет. Что? Расскажите. Что не так? Ну, я хочу заметить то, что я не знал никакой беременности. И я никак не думал, что они как бы вместе находятся. Я так и не поняла. Это чья подруга-то? Я тоже никак понять не могу. Или это сына, или это жениха, подруга. Это тогда вообще. А мы тогда зачем здесь? Ты пришел искать новую невесту, которая будет тебе детей рожать. Берете свою нынешнюю уже с ребенка в больницу. А сколько у вас сейчас срок? Какой? У меня год. Господи, извините. Четыре недели и пять дней. Сколько? Сколько вам лет? Двадцать восемь. У вас есть дети? Да, у меня есть ребенок, и ей восемь лет, она живет в Крыму. А почему в Крыму? Почему не с вами? Потому что она сейчас у меня живет в Крыму, потому что я живу сейчас вот этим молодым человеком. И очень тесно общаюсь с его всей семьей. Прожил с девушкой и не расписался с ней. Ну, это была не его девушка была, а та же. У нас будет все по-другому. Сергей, я честно хочу вам сказать, дорогие зрители, для меня это абсолютно не рояль. Для меня тоже большой шок. Я не знала об этом, то есть для меня это называется «здесь и сейчас». Так, а по поводу голодранца Варерия, что у вас за зуб такой? Валера у нас два года провел в тюрьме. Что ж ты об этом не расскажешь? Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это же не просто так сказали. Его в шлепанцах, в шортах забрали домой. Он живет сейчас в той самой двухкомнатной квартире с джакузи. Потому что я уговаривала Сергея не оставлять его на улице. И вот мне чем это обошлось. Можно сказать, про какую тюрьму ты говоришь? Ты же сам говорил, что ты сидел. Во-вторых, а не надо ли сказать, что ты жизнь самоубийством пыталась покончить? И ты пытаешься вот этого человека, богатого, как ты говоришь, на разбитой машине, вернуть себе. Это ты считаешь, что он богатый, он нормальный. С крыши ты не прыгала? В Белоруссии. И тебя не оставили ли там? Нет, меня там оставляло, потому что Сергей видит то, что я хочу его остановить. Про какую тюрьму? Самое главное, мы такие сидим и говорим, у Лысого психологическая травма, его не берем. Психологическая травма в другом месте. В другом месте, вот видишь, собака так без аржи. Нет, мы не разбираемся в людей. Мы опять не разбираемся в людей. Ты вот сейчас меня оскорбила, может быть в суд подать надо? Если я тебя оскорбила, приношу свои извинения. Ты сам сказал, что ты на два года сел и посидел под ума. Ты назвала меня голодранцем, за что? Сереж, ты чего добивался всем этим? Нет, 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 подожди, ты уже сюда. А по пляжу я должен был в шуме ходить. Ты пришел в больницу и сказал, что у нас нормальные отношения. Почему ты мне не сказал, что ты идешь на съемки? Мы с тобой это обсуждали. Давайте я скажу, наверное. Конечно. Так, давайте. А мы что, с тюрьмы съехали? Нет, 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 нет. Если она голословно говорит про этого человека, что он сидел в тюрьме, так может она и не беременная вовсе. Мы знакомые четыре месяца, мы общались летом и первоначально у нас отношения складываются так, что я знакомлюсь для того, чтобы у меня была жена. Но, к сожалению, опять-таки все рушится в данном случае о претензии. Какие требования вам выдвигает Ольга? Ну, изначально это финансовые, конечно. Первое, это у меня нет этого, нет этого и так далее. По поводу финансовых требований. То есть, когда я сказала, я понимаю, что может быть ты недостаточно зарабатываешь деньги, может быть я пойду на работу и в принципе нет с этим проблем. Он мне сказал, хорошо, моя женщина не должна работать, но тем не менее денег он мне дает. Когда мне нужно было что-то купить, там на маникюр, на педикюр, я у него прошу деньги, он говорит, почему я должен тебе давать? То есть, были такие вопросы. Ну, если можно, и все-таки... Ольга, я маникюр делаю в машине педикюр, а сейчас работа, которая занимается сейчас Сергей, я предлагаю свою помощь. Скажите, пожалуйста, Сергей работает грузчиком, действительно? Ну, это я утрировала, но тактически можно сказать так. Вы утрировали, что Валерий сидит в тюрьме, сидел в тюрьме, что Сергей работает... Нет, в этом я, скорее всего, ошиблась. Я неправильно интерпретировала слова Валеры, что он сказал, что я на два года подумать. Я вам желаю здоровья, Оль, и чтобы у вас все сложилось, будет прерывание беременности? Я на сегодня должна была быть на этой операции, и я весь день названивалась, чтобы спросить, что мне делать, мы сохраняем ребенка или нет. Надо ли тебе такое добро? Мы посмотрим, мы еще посмотрим. А можно я добавлю? Дело в том, что Ольга свободная девушка, и у нее есть другие отношения. И Сергей, это я вам скажу по секрету, но уже нет никакого секрета, не уверен, что этот ребенок от него. Потому что у Ольги были свободны. Давайте мы у жениха спросим, вы-то что, прерывать ей беременность или нет? Ну, если ребенок не его. Нет, ну, подождите, давайте так. Я, во-первых, не знаю про этот. Вот, я о том, что у ней плохое самочувствие, я это слышал две-три недели назад. Скажите, пожалуйста, секундочку. Давайте так, ребят, я терпеть не могу разводы. Оль, я терпеть не могу. В какой больнице вы сейчас? На Сокольниках. Какой там адрес? У нас через дом. Я прямо сейчас попрошу редакторов, чтобы они позвонили в эту клинику. Да, как? Как она, интересно, прознала про все, про это? Ну, а как это элементарно? Если человеком живешь, как-то прознаешь. Так она с ним на данный момент тоже живет? Ну, она сказала в микрофон, что она живет сейчас с ним. Пройдите, пожалуйста, с Ольгой в одну из комнат, да? Возьмите все данные. У вас есть целый час, пока идет программа, для того, чтобы узнать, правда это или нет. Пожалуйста, проходите. Я вам желаю, чтобы сегодня во время программы все прояснилось, выяснилось. Чтобы вы все-таки ушли с достойной женщиной, которая понравится нам и вам. Роза? Ой, я прям так обрадовалась, думаю, вот отечественный олигарх пришел. Ну, я нисколько не сомневаюсь, что, может быть, вы отечественный олигарх. Как говорится, ну что, пять квартир, вы счет машинным своим даже забыли. Я думаю, вот я-то про свою ласточку помню, вот как про нее не помнить? А у него их, наверное, сто раз не помнят. А в понятии молодых женщин, которые хотят все и сразу. Если у него пять квартир, он обязательно должен поделиться, обязательно. Если не делится, значит все, будут обвинения самые разные. И что ты дворник, и что ты грузчик, и что ты голодранец, и что ты сволочь, и сидел в тюрьме. Все что угодно, потому что не поделился. Да голодранец несчастный, все, не надо вообще о нем думать. Он не достойный тебе, Леночка, ты же такая красотка. У тебя будет намного больше состоятельных, красивых мужчин. Да сказать можно все что угодно. Короче говоря, мы там все выясним, да, я проверю то же самое, чтобы у нас это, ну, все-таки свидетельство. Собственности же у нас квартира-то. Ну, частично. Машины, я хотите, я сама посчитаю, не волнуйтесь, я вам порядок наведу. К чему говорю? К тому, что, ну, как говорится, вот так у нас получилось, невесты пришли, ну и вот, что как есть, как говорится, будем выбирать. Василиса, без твоего собственного умозаключения и взгляда по звездам аферист Сергей или человек порядочный? Я бы сказала, что у Сергея есть тайны, припрятанные за душой, но самая большая, пожалуй, проблема Сергея в том, что в нем у вас очень большой компонент воздушной стихии. Вы не чувствуете своего возраста, вы чувствуете себя молодым, вы хотите поэтому и женщину молодую рядом видеть, вы хотите общаться, вы хотите постоянно находиться в гуще каких-то событий. Вам правда хочется, чтобы было живо и не скучно все время? Тогда чеховская душечка. Вы будете зарабатывать, а она будет... Любить. Прыгать, скакать, музыцировать. Ты думаешь, мужчине к 50 годам достаточно вот именно прямо душечки? Он хочет, а что мне делать? Он хочет, нехай получит. Не, ну женщины, конечно, склонны, тем более, будучи беременна, если она беременна, конечно. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. И узнаем до этого. Еще спасибо. Ярославна, 40 лет. По образованию экономист. Работает старшим администратором в медицинском центре красоты и здоровья. Гордится титулом «Мисс Калининград». Первый муж Ярославны потерял бизнес и впал в депрессию. Второй оказался аферистом. Надеется, что с Сергеем ей повезет. О, здрасте. Ну, я надеюсь... Без сюрпризов, да, девочки? Мы тоже очень надеемся. Не отбила, а в ходу-то замуж выходить. Ну, немножечко такое. А что же вы так, по сути, перед трудностями? Может быть, сегодня все самое плохое закончится на этой программе, непонятно, а дальше будет только тишь да гладь. Ну, ведь у каждого же человека что-то было в прошлом. В настоящем роскошный букет цветов. Какие-то я смотрю. Это, на самом деле, я хотела бы сделать небольшой подарок для ведущих сначала. Мы на большой согласны. Я из винтарного края. Винтарь из Калининграда. Это камень солнца. А что это? И черепашки такие. Ой, какие хорошенькие. Спасибо. Какая прелесть. Миленькая. Достойная соперница. Достойная. А вообще нам не соперница. А кто торт делал? Сама делала торт. Я очень люблю готовить. И это одно из моих фирменных блюд. Ой, ну давай уже, как обычно, принеси. Потому что мы на таких нервах. Просто организм требует гликозы. Гликоза. Да. Красивая такая. Да? Очень красивая. Итак, Ярославна, вы расстались со своим мужем из-за потери его бизнеса или из-за его депрессии? Когда случились очень большие проблемы, человек как-то не смог справиться с этим и начал превращаться в другого человека абсолютно, которого я перестала узнавать даже на каком-то моменте. А дай сначала невесте попробовать кусочек, а то вдруг там какой-нибудь сюрприз. Слушай, а ведь ты права. А то мы как-то едим все подряд, что нам дарят. А знаешь, уже начинаешь. Вот именно конкретно сегодня как-то. Как-то меня уже сегодня это пугает. Ну-ка, откусите-то себе. Я жениху отнесу. Нет уж. Мне давай. Ест. Нормуль. Так, ладно. Вообще конкуренции нет. Ты полностью, в принципе, подходишь под его типаж, под девушку мечты. Только я не знаю, но мне кажется, что он тебе вообще не достоин. Почему вдруг он запил? Почему... Он еще играл в казино? А-а-а. Ну, я знаю. И деньги были немножечко такие шальные. Как выяснилось, что он немножко занимался не очень таким... Ну, понятно. И на эти шальные деньги покупал вам дорогие подарки, которые вы впоследствии продавали, чтобы выжить. Да. Самое ужасное, это когда приходится продавать свои подарки. Ой, а потом вам повезло еще больше, в кавычках, естественно. Да, потому что вы встретили афериста. Да. Ну, так получилось, что молодой человек приехал в Калининград к другу на день рождения. И обменялись телефонами, и у нас началось такое общение на расстоянии. Мы познакомились поближе, начали ездить друг к другу в гости. А потом на каком-то этапе он мне говорит, ты знаешь, я опоздала на самолет, у меня тут что-то карточка не проходит. Ты купи мне билет, а я тебе потом отдам. Никакого звоночка внутри ничего не было. Но, понимаете, когда очень хочешь семьи... Ничего этого стараешься не видеть. Потом он приехал ко мне в отпуск, в свой, и так как-то освоился в роли мужа и отца моего ребенка. Он переходил границы до такой степени, что ребенок убегал из дома? Мало того, за непочищенные зубы он его ударил. При вас? Да. Сам остался с зубами или без после этого? Я не знаю, вот это вот... У меня прямо я такая спокойная, и палит спокойно сейчас. А что спокойно? Правда в зубы надо было ему. Я при ребенке, понимаете, тут такая ситуация. Мой сын так вот, он не знает, как реагировать. Я... А вы не выгнали? Он же выгнала, конечно. Так красиво ей не повезло. Да, и вот один такой, второй, ну... Пришла сюда, найдет свое счастье. Ярослава, а вас ничего не смущает вообще в ситуации? Может, какие-то вопросы зададите с своей стороны? Нет, ну, конечно, меня смущает эта ситуация, которая раскрылась. Я... А что вас спущает? Ну, что у вас есть девушка, которая ждет от вас ребенка. Это еще поди знаю, но в конце программы узнает. Нет, подождите, вы еще не знали этой ситуации. Извините. Это, во-первых, я еще не знаю, а вы уже знаете. Вы понимаете, в чем дело? А может, дыма без огня не бывает? Это вот такая спокойная, блеска в глазах совершенно нет, никакой энергетики, чтобы привлекала мужчину, на мой взгляд. Мне кажется, что сегодня было достаточно скелетов в шкафу, поэтому я предлагаю отменить все опции. Сюрприз покажите. Дорогой Сергей, независимо от того, как сложится сегодняшний вечер дальше, независимо от того, как увидимся мы с тобой еще или нет, скорее всего, я думаю, что это будет положительной. Я надеюсь, у вас будет. Я бы хотела какую-то память о себе все-таки оставить и ручной работой подарить тебе вот такую куклу. Себя. Буду что-то. Ой, как здорово. Ну что же вы такое говорите? Это кукла, в которую иголки, что ли, запихивают? На, на. Колдовская какая-то. Спасибо большое. Прекрасный подарок. Спасибо. Если вы получите. Пожалуйста, передайте. И видно, что готовились, и адресно, и очень приятно. Спасибо, девочки. Забирайте цветы, проходите в свою комнату. Не боитесь? Ларьки, бусы. Это же сигнал мужчине, я твоя куколка. Игоречек. Что, малыш, загрустил? Да, мне очень интересно, не загрустил. Вам понравилась, Ярославная? Да, милая женщина. Валерий? Ну, если она сразу начала с того, что спрашивать про Ольгу, хотя она понимала о том, что это дым без огня, она неуверенная в себе. Когда это ты была неуверенная в себе вообще? Всегда была уверенная в себе. Зачем? Они так говорят, какие-то глупости. Да это Валера, он просто... Это он в себе не умеет. Валера не разбирается в людях. Как вам? Мне понравилась эта девушка. Она, я думаю, достаточно искренне рассказала о себе. Конечно, очень много каких-то тайн у женщин тоже бывает. 40 лет, но вряд ли будет рожать. Я не заметил серка. Да, выглядит молодой. Я вижу, что эта молодая, красивая. Я думаю, что даже очень активная. Вот, она мне понравилась. И вообще, наверное, мужик поедет на программу «Давай поженимся». Поедет. Ну, конечно. Я видела очень симпатичного здесь одного, Ярослав. Я хотела звонить немедленно. Мне 15 подружек позвонило в этот эфир. Роза? Я тоже не против. Почему? Пускай женщины в 40 лет хоть немножечко счастья приобретут семейного. Вы не худший вариант, собственно говоря. Готовят, кстати, вкусно. Да, подружки очаровательные. Пришла с тортиком. Василису накормила в кое-веке. Да? Хорошая, хорошая девушка. На самом деле, она из тех редких женщин, кому нужен мужчина-ровесник или даже, может быть, моложе нее. То есть, нужен мужчина, который будет смотреть на нее снизу вверх, как будто она чуть-чуть на пьедестале, искренне обожать, и она будет ему помогать. Не похоже, что вы даже при всей вашей легкости готовы на эту роль пойти. Знакомьтесь ко следующей невестке. Поближе. Пойдем. Знакомимся. Елена. 34 года. По образованию учитель музыки. Работает ассистентом стоматолога. Гордится своими детьми. Мечтает уехать с семьей на необитаемый остров. Признается, что она чересчур доверяет мужчинам. Каждому из своих возлюбленных Елена дарила по дочери. Надеется, что Сергей справится с ролью многодетного отца и любящего мужа. Здравствуйте, дорогие ведущие. Мы вам приготовили сувениры с детками. Это мы делаем своими руками. Ой, спасибо. Вы ассистент стоматолога? Я сразу заметила, какие у вас зубы. Она жених любит такими формами, да? А подружку в зеленом вы в противовес, чтобы оттеняла. Я так понимаю, да? Контраст позвали. На контрасте. Очень красивая Елена. Такая эффектная дама. Да, мать троих детей. Не узнаете? Я нет. Это моя жена. Я как раз его узнаю. Потому что кто? Ну та самая герцогиня. Сходство же портретное, потрясающее. Неужели ты не помнишь вот эти кадры, которые сейчас были? Я женат на ней. А что так плохо выглядит жена-то? Так, стоп. Жена Елена? Нет. Жена Наталья, моя жена. А, вы зеленая. Да, да, да. Вы графиня. Худенькая. Я графиня. Да, это я. Здравствуйте, дорогая. Ты не в Америке? Это да. Вот это поворот, девочки. Да никто не ожидал. Так вообще. Я чувствую, мы сегодня споем. Но вы правда так очень измените. Вы действительно живете в Америке? Я живу в Швейцарии. Еще лучше. В Швейцарии. Из Америки же я смотрел. Ну, уважаемые дамы и господа. А скажите, пожалуйста, а это передача о ком? Или кто главная героиня этой передачи? Ты разговаривать научилась? Главная героиня Елена. Ну, вы ведь для чего-то пришли сюда? Я ее подруга. Вы хотите, чтобы я вас не касалась? Нет. А если такие танцы здесь вырисовываются? Я не знал. Я не знал этого. И я не знала. То есть вы пришли на эту программу, ну, судя по всему, зная, да, к кому кто здесь будет? Или не знали? А сейчас вы хотите сказать, я не такая, я вся иная, о ком это программа? Она тоже, видишь, пришла. Она просилась в Шанне. Вы хотите, чтобы я сегодня рассказала о себе? Да, в двух словах. В двух словах. Я работаю, точнее, я владелица шоурума в Москве. Элитной, модной, мужской одежды. Ему 70, да? Валерий, давайте не будем перебивать, давайте я сначала скажу, да. Ой, как у вас по-живому-то. И как глазоньки-то прямо горят. По-живому. Наташа, за что? По что обидели парня? Уважаемая Лариса, как вы думаете, вы бы жили с маньяком сексуальным? Ой, я бы. Три раза сидевшим на зону по изнасилованию малолетки. А замуж выходили? Фиктивно. Фиктивно, чтобы что? Да чтобы что. Нет, ну вот вы выходили замуж фиктивно, чтобы получить российское гражданство. Российское? Украинское? Или украинское? Я россиянка. А, ну тогда какой смысл был в фиктивном браке? Я вообще не хочу затрагивать эту тему, это личное. Нет, это не личное уже, дорогая моя. Если вы обвиняете человека, вы должны отвечать за свои слова. Ну, я тоже слышала, что меня обвиняют. Пока я просто хочу разобраться, ребят. Ну, в конце концов, я что, с судьями работаю? У меня прекрасная жизнь, понимаете? Я кайфую. Ага. У меня достаточно много друзей обеспеченных. Ага. Ну, я не нашла ту половинку, которая... Родители где живут? Мои родители живут в Швейцарии. Уже в Швейцарии? А чебоксары? Мои родители живут в Швейцарии, потому что я достаточно обеспеченная девушка. Ага. А они в Швейцарии, у них какой статус-то? Швейцарии не принимают... Да, но они живут. У нас все хорошо, и мы не будем об этом рассказывать. Ну, как-то не будем. Ну, потому что, когда, знаете, говорят, это секрет, это лично, это значит в это сплошное вранье. Я неделю назад приехала из Швейцарии. Какой статус у ваших родителей? Швейцария не принимает, ну, просто так, запожить, понимаете? Даже если у вас огромные деньги. Чаплин, его знаменитая фраза, я своей жизнью заслужил для того, чтобы жить в этом городе ВВ в Швейцарии. Доказал и заслужил. Ваши родители там каким образом оказались? Я не хочу сдаваться в подробности. Ты не знаешь, на каком они статусе, Наташа? А вы можете как-то сделать так, что если я говорю, не надо перебивать? Вы можете помолчать, когда я говорю? Вас Наталья зовут? Заткнитесь, пожалуйста. Это очень по-графски. Так вот, Лариса, на чем вы там остановились? Она дерзкая такая? Она очень дерзкая и уверенная. Она хамит практически. Только я все равно потеряла нить и не знаю, зачем кто здесь приехал. Она просто как-то звонит на генерал. Наташа, вы чего-нибудь боитесь в жизни? Мне кажется, я уже ничего не боюсь, потому что я обеспеченная. Вокруг меня постоянно я нахожусь в центре внимания. Получается так, обеспеченных, хороших мужчин, которые не требуют там секса сразу, да? Со мной хотят просто общаться то, что я есть. Вот такая я есть. Хотят со мной общаться, дарят мне подарки. Но я не хочу жить с таким мужчиной. Вот у меня, почему первого мужчину не нашел через интернет? То есть он увидел мои какие-то позитивные фотографии, там я в парике, я чудью. Ну как фрик, да? Через интернет. Он мне написал, казалось, это человек, который выходит в сотню богатейших людей России. Мне жалко даже эту Елену с Ростова. Она как громадвод приехала. Лена, что у вас связывается с Наташей? Мы знакомы совсем недавно, дружим. Она в Москве, я в Ростове. Иногда встречаемся в Москве. Поэтому как бы мужчину я не знала, я первый раз вижу. У вас трое детей, три девочки. Да, три девочки. От разных мужчин. Да. Отчаянная вы женщина. С первого там получилось, что его посадили, и он сказал, не жди, молодая, красивая, устраивая свою личную жизнь. Официально не были замужем? Были, были. Мы собирали свадьбу, это все было быстро. А сколько лет вам было? Я была молодая. Мне было 16 лет. Молодец. Да. Мы все сделали быстро, и очень быстро все это у нас потухло. Второй? Второй у меня, Саша, 10 лет. Такой мужчина тоже, вот, как наши мужчины. В общем, у него не было детей, у него была жена. Он мне сказал, что у меня есть жена, но я на грани развода. И тут же он меня быстро перевозит в свою новую квартиру, и я остаюсь у него жить. Женой в это время разводится, и через три года насаживается ребенок. А вы вместе, все у вас замечательно. Да, все было хорошо, но вот единственный его минус, он играл. Он проигрывал все. Все, 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 все. Это бежать закрытыми глазами. Это не важно терять время. Своих деток, да, и приехала к маме, не планировала никаких отношений, мне это было не нужно. Занималась работой, занималась с детьми, все было, все было очень хорошо. И на одной вечеринке я познакомилась со своим третьим, получается, мужем. Немой вкус вообще, вообще человек, противоположность. И вот меня понесло. Во все тяжкие. Я вот как-то вот с ним все вместе, 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 и в итоге вот я рождаю... Но он был свободный, не женат? Женат. Тоже женат. Как я потом узнала. Он скрывал все от меня. О, Господи, какой кошмар. У всех какие-то страшные очень истории. Я даже не знаю. У меня какая-то вообще не страшная история. Да, и как-то слушаешь, знаешь, проникаешься к человеку, и как-то уже хочешь, чтобы у него все было хорошо. Меня вот один эпизод очень удивил, что когда вы засыпали, он на цыпочках уходил к той своей семье. Так ли это было? Да, да, да. Он меня убаюкивал дома, а жене говорят, что он на работе, там авторы-то тесмины работают. И потом он ко мне переехал жить, и уже... А когда вы забеременели... Ай, он тебя одевает, чтобы не стыдно было. Извините, не надо. Наташа, тебе холодно? Мужчина, отойдите от меня, пожалуйста. Попроси кого-нибудь, что у тебя принесли одежду. Отойдите от меня. Не нежничай. Благородно, Валера, оценила. Молодец. Ой, Валерочка, не переживайте, я вижу, что у вас давление поднялось. А что ж смешного такого? Водички. Какая хорошая актерская игра. Подготовился, Мил? Тебя тоже. Я не знал, что ты будешь здесь. Зачем ты сюда пришла? А что там у него наколото на пальцах-то? Ну вот вы сейчас увидели все, что здесь происходит. Вы мама троих детей. А младшенькая, самый крайний. Полтора? Полтора годика. А с кем они? С бабушкой. Скажите, а еще детей хотите? Я проделала. Потому что для Сергея зачем-то еще нужны дети. Дети нужны всегда. Болтинник на носу. Это богатство, это дети, это все. Ну то есть вы готовы рожать? Да, я готова. Если хорошая мужчина будет, я готова родить. И в Москву, конечно же, переедете. Конечно. Смелая женщина. Хочет еще детей посмотреть. Да, молодец. У нее уже трое, еще четвертого родить. Да, хочется ей себя реализовать еще. А детишек можно ваших посмотреть? А, конечно, давайте посмотрим. Как у нас начинается каждое утро? Мы собираемся всей семьей на кухне и завтракаем. Провожаем всю дычку в школу. Открывай ротик. А. А, Дашенька. А. У нас семья очень творческая. Мы на каждый праздник готовим подарки, сделанные своими руками. У меня очень много помощниц. Господи, боже мой, как я вам завидую. Лена, что бы в вашей жизни не происходило. Вот эти три девчонки, которые вам потом родят еще 33 девчонки. Вы уже одна, не останетесь никогда. Я очень счастлива. А муж должен помогать? Должен. Ну, правильно. Наташ, будете отговаривать Лену во время? Ленечка, ты должна понимать, что этот человек никто. Никто это кто? Раз с ним? Ваш муж никто или Сергей? Вы же понимаете, что существует там, пословица или еще что-то такое. Скажи, кто? Скажи мне, кто твой друг? Кто твоя жена? Я скажу, кто ты? Лариса! Это никто! Если с ним сидит такой друг, голодранец. Мне кажется, это у них такие сексуальные игры. Не, а у тебя чуть что, сразу сексуальные игры. Есть нормальные люди, которые просто живут. Вы приготовили сюрприз? Да, приготовила. Покажите. Поможешь мне? Пойдем. Я хочу с тобой найти эту елочку, чтобы она окошила наш дом, наш быт. Прелесть. Сегодня так много игрушек. Теперь сними любую конфетку на елочке. Это вот из таких конфеток. И там будет предсказание к следующему году твою. Да. Давайте я вам могу открыть. Спасибо. Это на Новый год предсказание? Да. Окружал вас, что поют, а доходы у вас растут. Спасибо. Спасибо вам большое. Девочки, забирайте цветы и проходите в свою комнату. А вы знаете, я, Валера, даже где-то внутренне рада. Вот мне хочется сказать, молодец девочка за всех отомстила. Потому что вы взрослые, взрослые, взрослые люди. Берете себе в жены девчонок, которые еще совершенно не понимают. А таких молоденьких очень легко обмануть, наобещав им там чего-то. Я за пять лет не то, что ни разу ее не изменил. Даже не подумал. Даже в мыслях. Хотя на три раза. А зачем, когда рядом с вами вот такой прелестный скелетик? Наверное, ваш вот такой сексуальный тип. Вам зачем изменять-то? Вам куда еще изменять, когда рядом с вами вот такое существо андрогин? Вы говорите, она отомстила? С ней живет сейчас человек на 20 лет старше меня. Ну какая вам уже разница? Так ты веришь, что у него опять квартира машины? Или уже это не главное? А кто тебя обеспечивать будет? Ну, в принципе, ты сама, да? Да, разберемся. Мы ищем любовь. Сергей, как вам невеста Елена? Ну, мы мало пообщались. К сожалению, даже не успели обменяться словами. Послушайте, да и не важно здесь. Слова у вас было слишком много времени. Роза? Да не возьмет он, Лен, с тремя детьми. И Лена тоже. Леночка, вы как-то вернитесь на грешную землю? Не разбежался ни один. Даже вон олигархи не разбежались. При своих деньгах обеспечивать чужих детей. Можно я скажу? Да. Я готова переехать в Москву с детьми. Да, конечно, я тоже в Майами готова. Вот такая старая приехать. Конечно. Для меня нет никаких препятствий. Еще бы, еще бы, еще бы, конечно, нет. Только возьмут ли, детка моя? У меня прогноз не такой печальный, поэтому, Леночка, вы расслабьтесь. И все еще, может быть, в вашу пользу. Я тоже очень надеюсь. Потому что вы очаровательная. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Лена – это женщина, которой правит любовь. Она действительно очень любит своих мужчин. Искренне, полностью, душевно отдается. Наверное, о такой мечтает каждый. Только, к сожалению, в процессе этой любви, а там такой гигантский стелиум в рыбах. Марс тоже в рыбах. И мужчина на себе выбирает достаточно мутных и темных. И забывает посмотреть, а что же за мужчина рядом, которым она такое чувство испытывает. Вот то, что эта рыба приплыла сегодня на программу к вам, на самом деле вызывает у меня большой вопрос. Потому что ее изначально тянет не то чтобы к плохим мальчикам, а ее тянет к мужчинам сложным, которые очень мало о себе рассказывают, очень закрытым, очень странным. И то, что она сегодня попала в эту программу, вы понравились, и она выбрала вас и пришла к вам. А разве не такой, Сергей, не закрытый? Да, именно. Я и хочу сказать, что уже один ее везет сюда, это доказательство того, что Сергей большой темнило. Красотка вышла такая, вообще всех затмила больше, вообще таких подобных нет. Так что, я думаю, до конца передачи он будет так скучать, к тебе потом придет. О, милая, можно? Ты будешь моей второй половинкой. А ты такая, ну я еще подумаю. Знакомьтесь со следующей невестой. Давайте я вам подаю этот букет и надеюсь о том, что мы сможем с вами пообщаться и найти общий интерес у нас. Хорошо. Елена, 38 лет. Парикмахер-стилист в салоне красоты. Гордится сыновьями. Мечтает встретить своего принца и побывать с ним в Индии. Предупреждает, что не выносит табачный дым. На протяжении трех лет Елена пыталась научиться не реагировать на то, что у ее мужа есть любовница, но поняла, что эта задача для нее непостижима. Надеется, что Сергей будет дорожить своей семьей. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена прекрасная. Хорошенькая, хорошенькая. Я хотела вам подарить подарки со своей вятской земли. Это делается только у нас. Ручная работа. Глиняные игрушки. Дымковская игрушка. Лариса, это вам. Это вы. Но это не я, слава богу. Ну, вы очень похожи. Беспредальники. Играли. Вот я с таким лицом. Нет, нет, что ты. Это не так. Она на тебя не похожа, Лариса. Вообще не волнуйся. Она ему совершенно не подходит. Не то, что меньше. А совершенно, да? Вообще не подходит ему. Вы не были, да, расписаны с мужем? Нет. Не была расписана. Тринадцать лет? Тринадцать лет. А что мешало расписаться? Человек был старше меня на двадцать один год. И я ему доверяла. То есть я жила за ним, как за каменной стеной. И я всегда мечтала о белом платье, быть невестой. А почему не позвал? Ну, может, не хотел. Наверное, потому что были еще до этого брак был у него. Но он вас кормил обещаниями хотя бы? Кормил. Сказал, что когда-то будет, попозднее. Хорошо. А как узнали, что у него появилась любовница? Когда он уходил из дома, уезжал в какие-то неопределенные командировки, какие-то... И по человеку видно, по его поведению. Но это были сначала ваши догадки, а потом вы узнали наверняка, да? Да, потом я узнала наверняка. В какой ситуации? Знав, что у нас есть квартира пустующая, его родители, я просто взяла ключ и сходила туда и посмотрела, что там, ну, создан милый, уютный уголок для их встреч. Вот, как сказать, воочию увидела... Он не отпирался? Ну, он говорил, что это родственница живет, тут студентка, с другого города учится здесь. Но я увидела общие фотографии... Если вы живете вместе, то как минимум вы должны были знать об этой родственнице. Да, то есть для меня это все возмущало. А почему я не знала об этом? И мужчины... Оправдывался? Оправдывался. Выяснилось, что действительно студентка, только не родственница, да? Да. Она очень похожа на Ларису Гюзееву. Она очень похожа. Значит, у нее была цель понравиться ей, чтобы она ей там год в день говорила. Да, похожа. Есть сходство, я заметила. Он ведь не хотел от вас уходить, да? Не хотел. Попросил вас перетерпеть этот роман? Попросил. Ну, три года я боролась с собой. Три года? Да, то есть я понимала, что человек все равно туда ходит. Он все равно туда ходит, но с вами были прежние отношения? Они холодные, они сходили на нет. Ну, хорошо, но секс был хотя бы изредка? Изредка. Ну, то есть все было? Ну, да. А вот тут надо было подлавливать его. Раз, раз и штамп. Хорошо, уходи, ну, штамп поставь. А потом разбирайся уже по-жёсткому. Ну, что бы это дало? Жить в таком вранье? А что дало? Да ничего. Вот поженились бы, а потом-то вы на правах жены бы встали бы и... И что это бы дало? А потом идти развозиться? Слова бы, за отношения биться надо. Какой у меня мерзкий голос. Какая она противная, женщина-то розовая. Это не будет повод для развода. А мне она очень понравилась. А сейчас вас не смущает вот такой скелет шкафу у женика, что есть женщина на четвертой неделе? Ну, мы подождем к концу программы. Ну, вы просто, пока я просто как. Моё мнение, да, я считаю, что в ситуации сначала нужно разобраться. Нет, вас не смущает. А сейчас пока нет. А вот смотрите, она жених хочет ещё детей. И, конечно, ему будет хожу. Сюрприз покажите. А у него глаз загорелся на неё. Да? Видели? На тебя. На неё. На тебя у него ещё больше загорел. Да? Какая прелесть. Вы вышивали? Да. Это же просто невозможный труд какой-то. Ну, есть теперь и понятно, чем занимались. Вы могли бы разбогатеть. А если ещё так вышить и бисером сверху? Я попробую. Спасибо вам, девочки. Не забудьте, вы кейте, проходите в комнату. Спасибо. Игорь. Да? Хороший вы мальчик. Забрала бы я вас к себе. Но у меня 15-летняя дочь страшная. Забрала бы я вас от всего этого. Понравилась вам Елена? Елена, да, понравилась. Мне понравилась её работа очень. Валерий? Ну, вот я не буду спрашивать, насколько она ему сильно понравилась. По внешним данным, но то, что девушка сказала, что надо разобраться, подождите, не надо верить всему тому, что говорят другие, мне это очень понравилось. Я на её стороне. Да. Прекрасно. Ура! Он за... Тихо. Не морочите голову, Леночки. Жизнь, конечно, трудная сегодня, и всё даётся с таким преодолением, с такими нервами, с такими затратами каждый день. Поэтому я тоже не очень верю в сказки про Золушек с тремя, с двумя детьми из других городов. Ну, как-то не верится мне. Это не препятствие. Я готова взять детей и переехать к нему в Москву. Он слабенький просто. Для него это препятствие. Нет, он сильный мужчина. Василиса, что-то мне так грустно, ты знаешь. Ну, Лена, с гороскопической точки зрения, классическая жертва патриархального уклада, который сейчас рухнул в стране, и поэтому поддерживать его нет никакой возможности. У неё Марс, с одной стороны, слабая, эссенциальная, с другой стороны, сильная, акцидентальная. Что это такое? Выбирает мужчин, по сути, гнилых, плохих, но которые внешне производят впечатление вполне благополучных, добропорядочных. Ну, ты согласна, я думаю, что правильно она всё говорит, накосячила. Сначала надо предложение руки и сердца, а потом всё остальное. Посоветуйте к мужчинам. И мы пока посоветуемся. Есть отношения какие-то, да? Игорь, кто тебе показался более искренне, более... Та, которая пришла искренне познакомиться и действительно пообщаться. Есть какие-то мнения? Ну, я на стороне третий, потому что третий бывает более разумным. Либо третий, либо первый. Хорошо. Ну, прежде чем я вам что-то посоветую, я всё-таки хочу пригласить редактора, который я посылала с заданием. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну, я действительно позвонила в эту городскую клиническую больницу, дом 5, на Стромынке 7. И Ольга зарегистрирована там, она поступила и до сих пор по документации находится там, так как отпросилась на два часа. А диагноз? Никто не сказал, уже закрыта больница. Ну, это половина задания, понимаете, всё что угодно. Я просто как женщина скажу вам. Так не бывает. Либо вы лежите в больнице, истекая кровью, без пульса, без давления, потому что угроза выкидыва. Либо вы здесь, для каких-то других целей, а всё вместе никак не получается. Я вас прекрасно понимаю. Я сюда сбежала из больницы, на самом деле, для того, чтобы бороться за своё счастье. Ещё вчера Сергей ко мне приходил, мы друг другу говорили, что любим. Давайте на этом закончим. Спасибо большое, вы проходите в четвёртую комнату. Сергей, выбор за вами. В любом случае, мы вас поддержим. Первые три невесты, и четвёртая ваша девушка. Не знаю, что вас с ней связывает. То есть, кто вас обидит, дня не проживёт? Нет, почему живут? Ну, это как бы желание только. Чаще всего ничего не делается. Они уже не живут, а существуют. Я предлагаю всем выйти и поддержать Сергея. Надеюсь, что мы с тобой проведём время, у нас будут возможности для того, чтобы... Поближе узнать друг друга. Конечно. За имя. Спасибо. Сегодня у нас есть пара, Сергей и Елена. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Очень смело, Лена. Дышишь? Дышишь, дышишь. 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 Дышишь.